Суды есть, а приговора нет. В Умане родственники погибшей в ДТП сельской учительницы требуют справедливости. Еще в 2016-м Нину Мелехину сбили на пешеходном переходе на глазах десятков очевидцев. Вот уже больше года длится судебный процесс над водителем и конца ему не видно. Почему? Узнавали наши корреспонденты. Наталья Алексеевна рассматривает фото своей старшей дочери Нины. Пенсионерка уже давно не брала в руки альбом, чтобы не бередить раны. Полтора года назад жизнь дочери и матери двоих ее внучек оборвалась на пешеходном переходе под колесами авто. Никаких уроков не заличат, а дети ждут маму. Пришла дитина после 8 березня, после батьковских сборей, меньше внучка и плачет. Это видео с авторегистратора, который зафиксировал момент гибели Нины Мелехиной. Черная машина после удара начала петлять по дороге. После смерти супруги Сергей Мелехин все еще не может прийти в себя. Звучит, конечно, легкий. Модит мне, звучит, не ваша. Это тут самый пешеходный переход. В то утро Нина приехала в Умань, чтобы отнести отчет в управление образования. Но не дошла до него буквально 20 метров. Александр показывает место, где автомобиль сбил его сестру. Говорит, машина на скорости вылетела на переход. В своих показаниях водитель автомобиля указал, что ехал с допустимой скоростью. А женщину на пешеходном переходе просто не заметил. За полтора года разбирательств брат Нины уверен. Виновник аварии пытается уйти от наказания. Дело слушается больше года. И все это время убийца Нины на свободе. За убийство обычно людей садят. А тут он на воле, ездит на машине, права не забрали. Со слов Саши, у водителя это не первая авария. Встретиться с обвиняемым нам так и не удалось. Игоря Верчук даже по телефону отказался что-либо комментировать. Я не хочу спілкуваться с нас с вами. А почему? Ну потому что не хочу. Общаться с нами отказались и в Уманском отделении полиции. Мол, производство передали в суд и отношения к нему уже не имеют. Прокурор по делу Игоря Верчука заявила, что мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть. Все детали только после приговора. Все характеризующие на особу, яка вчинила злочин, будут надаваться безпосередно при расследовании судового заседания и будет належная оценка и надана судом. В феврале Уманский суд намерен продолжить слушание и допросить свидетелей. Но родственники Нины Мелехиной в справедливое решение уже не верят. Говорят, слишком уж затягивают процесс. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует...